Эй, на связи с Виталием Старком, это новое видео на проекте BlackRush. Давайте наберем 1000 лайков, чтобы вышла новая серия. 1000 лайков набираешь, видосик новый сразу получаешь. Поэтому не поленись, пожалуйста, прожми большой палец вверх, это не сложно. Зато завтра, а может быть и через пару часов, если вы наберете, выйдет новая серия. Так, в этом видеоролике мы с вами раскроем новый скам, новый обман. Где админы обманывают наших игроков на аккаунты. Посмотрев это видео, обязательно расскажи друзьям, поделись с этим роликом, чтобы их никак не обманули. Сейчас этот скам начал набирать обороты, и вы должны понимать и знать все фишки, чтобы не попасться на эти уловки. Ведь админы никогда не просят пароля, логина и не просят включать демонстрацию экрана. Как это и что происходит, я вам покажу в этом видео. Поэтому садись поудобнее, я желаю тебе приятного просмотра. Но если ты кушаешь, то приятного аппетита! Одним словом, это пипец. Почему? Потому что опять участились случаи вороства ваших аккаунтов. Я миллион раз говорил по поводу того, что не верьте вы людям вообще. Запомните, администрация, не важно, команда проекта это, создатель, разработчик, не важно. Никогда не попросит у вас пароля, логина и так далее. Потому что это все просматривается. Но им ваши аккаунты, запомните, не нужны. Можно говорить об этом очень много. Но я думаю, после этого ролика вы поймете, к чему я это опять же говорю. Сейчас очень участились случаи того, что воруют ваши аккаунты очень простым способом. Но я это видео снимаю для того, чтобы вы обезопасили себя. Перешлите это видео друзьям, чтобы их также не постигла такая участь, как постигла участь одного из наших игроков. Ему было обидно, печально, но потом он вспомнил, блин. Никто никогда не попросит так же включать демонстрацию вашего экрана. Как это было? Давайте вот возьмем, допустим, вот, не знаю, можно меня, давайте вот возьмем админс. Человек такой смотрит, ага, админы, какие есть у нас админы? Ну, вот, допустим, Жора Булкин, да, младший модератор. Ага, человек делает никнейм себе образно. Жора слэш Бу за место Лэ пишет большую И и пишет Булкин. То же самое, то же самое. Это еще не все. В чем прикол? Человек создал такой похожий никнейм на администратора. Скачивает читы и с помощью читов находится под картой, допустим, да, образно. Если администратор следит, он следит за этими игроками и может в чат написать всем привет. Вот так. И игроки это увидят. А читер делает по-хитрому. Он находит игроков, летит под картой, то есть он следит за игроками под картой и также с ними общается, как будто находится в слежке. Когда дело доходит до того, что игрок уже, он видит, что он поверил, что это админ, все дела, потому что вы точно админ? Он пишет, да, посмотрите в слэш админс. И он такой смотрит админс, а там есть Жора Булкин. И как раз вот у этого читера похожий никнейм. Ну, игрок уже такой, блин, это админ, значит какая-то проверка, значит это правда. И уже более доверяется этому читеру. Когда игрок уже доверился, да, он говорит, телепортируйтесь ко мне, ну, там, допустим, для разговора. И он просто к нему вот так влетает через карту, да, типа телепортировался. И начинает вести с ним диалог. Понятное дело, что игрок думает, что это уже настоящий администратор и значит что-то случилось. Но, запомните, даже администрация не попросит у вас никогда демонстрацию экрана. Потому что если это все дело произойдет, понятное дело, что не все знают, что там хотят посмотреть. И многие просто не понимают, что будет. Просто он на ваш аккаунт какой-нибудь код пришлет, у вас в телефоне это отобразится в момент демонстрации экрана. И он зайдет на ваш аккаунт и украдет его. Либо код там от привязки почты и так далее, как любят многие делать почту, аккаунты, номера телефонов и так далее и тому подобное. То есть это все делается очень легко. Вот допустим, давайте, ну меня понятное дело, что многие знают, надо найти какого-нибудь человека, вот, ну вот двое. Давайте, допустим, напишем, здравствуйте, товарищи. Ну и вот мне написали, да, типа они меня слышат, понимаете. А там просто под картой может находиться в этот момент читер с похожим никнеймом на меня. И дальше он к ним типа телепортируется в обычной одежде, вот просто, ну, типа не одевает, да, вот такая одежда у него. Все. Дело сделано. Я админ. Просто не вошел, не пригласили меня в админскую фаму еще. А игроки многие верят. Ты где? Я в слежке за тобой, друг. К тебе тэпнутся, да, вылетает и все. Игрок говорит, блин, меня сейчас забанят, наверное, за что-то, да? Не верьте вы этому. Недавно такие случаи участились. Поэтому я просто-напросто не мог оставить это в стороне, потому что я привык помогать вам. Я привык оглашать вам те случаи, которые попадают в наши игроки для того, чтобы обезопасить уже вас, ребят. И я надеюсь, вы поставите лайк на это видео. И самое главное, отправьте это видео своим друзьям. Потому что если вам будет администратор предлагать пойти в Дискорд, пойти в Телеграм, как это сделал как раз вот типа фейковый админ, то сразу говорите, нет, не буду, ничего вам не сделают, честно вам говорю. Игровой процесс, он в игре. Это 100%. Поэтому, ребят, у вас есть своя голова на плечах, никогда не ведитесь на таких мошенников. Потому что их очень много. И, посмотрев это видео, вы теперь будете знать, что у нас происходит и что вообще может случиться с вами. Тот человек очень все делал хорошо. Он типа телепортировался так же, точнее подлетел к игроку, развел его, получается, после чего попросил Телеграм, когда уже телепортировался к игроку. Ну просто из-под карты вылетел так к нему и все. А потом уже началась Василюха. Они встретились в Телеграме. Он в Телеграме поделал, типа он администратор тоже там сделал такой никнейм, там картинку аватарки BlackRash, там все дела. Ну типа вообще админ. И начинает там расспрашивать всякую фигню. Понятное дело, что игрок сначала не понял, что в чем происходит. Сначала он там задавал какие-то вопросы, типа там что-то случилось, у вас там аккаунт похож на ППВ, давайте проверим. Ну и потом они созвонились и он показал уже демонстрацию экрана, где пришел код, тот скамщик, получается, увидел этот код, ввел к тебе и человек просто просрал аккаунт, там почту, не помню что. Но вот так. Поэтому, ребят, сейчас очень все, точнее многие люди не особо блещут умом. Они пытаются там как-то заткамить, как-то навредить проекту, как-то навредить игрокам, что, конечно, печально на самом деле. Но, ребят, вы должны в первую очередь иметь свою голову на плечах и не вестись на такое. Потому что... Я чуть не пойму, это что здесь за читер? 177-й. Нифига себе. Ну, дружище, ты попал. Вот. И тогда у вас будет все нормально. А я это снимаю, чтобы обезопасить вас, чтобы не было такого, понимаете? И прислушившись ко мне, ко мне, у вас будет все отлично, все будет хорошо и все будет нормально. И вы не будете попадаться на такие уловки и потом просто-напросто переживать и расстраиваться за твои аккаунты. Самое главное, не доверяйте. Админы не попросят никогда пароля. Админы никогда не попросят вас пойти там в Телеграм. Никогда не попросят у вас включить демонстрацию. Запомните, просто запомните это. И все у вас будет нормально. А вы почему с читами-то играете, я не понял? Вам заняться нечем, что ли, или чего? Вы себе АКУ купили, стали пацаном крутым. Че, извините? Извините... Нельзя извинить здесь. Здесь уже читеров я очень как не люблю. Нет, у меня не надо просить. Вы отправляетесь в бан, потому что читеров не уважаем. А читеров стало у нас на сервере меньше. И вас надо истреблять. Так, пермбан 177 сторонние. Вон он бежит и пропал. Все, забанен. Вот, так что вы меня услышали. Я вам хотел про это рассказать. Чтоб вы были подкованы. Никогда не ведитесь ни на кого. Даже если к вам админ тэпнулся и говорит, так, пошли в дискорд, демонстрацию экрана, сейчас будешь включать. Не-не-не-не-не. Скажи, ноу-ноу-ноу-ноу-ноу. А вдруг админ сошел с ума и захотел скамить вас, заработать. Поэтому, ребят, никогда на это не ведитесь. Все, обязательно своим друзьям это видео покажите, чтобы они несколько раз его посмотрели, может быть, чтобы до них дошло, о чем я вообще говорю, и тогда все будет нормально. Все, давайте, ребят, ставьте лайки. Тысячу лайков набираем, как я вам говорю. И сразу видос новый выпускаем. Спасибо.